Собственно, сегодня исполняется 60 лет со дня знаменитой речи Мартина Лютер Кинга «У меня есть мечта». Эти слова, произнесенные Кингом во время марша на Вашингтон, стали символом борьбы афроамериканцев за свои права, за свою американскую мечту, за жизнь без расовой дискриминации. О том, что сделала речь Кинга одной из величайших в мировой истории и как она изменила американское общество, Карин Буфраджан. «У меня есть мечта» – эти слова Мартин Лютер Кинг произнес здесь, на ступенях мемориала Линкольна, 28 августа 1963 года, во время марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. Речь главного борца за права афроамериканцев, ставшая гимном гражданского движения, длилась более 16 минут. Тогда ее услышали более 250 тысяч человек. И хотя мы сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра, у меня все же есть мечта. Эта мечта глубоко укоренена в американской мечте. Я мечтаю, что однажды эта страна расправит плечи и будет жить в соответствии с истинным смыслом ее принципа, мы считаем самоочевидным, что все люди сотворены равными. Я мечтаю, что однажды на Красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом. Я мечтаю о том, что наступит день, когда даже штат Миссисипи, изнемогающий от несправедливости и гнета, превратится в оазис свободы и справедливости. Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету кожи, а в соответствии с их личностными качествами. Я мечтаю об этом сегодня. Я мечтаю об этом сегодня. Американского общества требует решения проблемы гражданских прав. Речь Кинга произвела сильное впечатление на общественность. Журнал «Тайм» назвал его «Человеком года», а власти США впоследствии наконец приняли закон о гражданских правах, запретивший сегрегацию в общественных местах. Правозащитную деятельность Кинга отметили и в Норвегии. В 1964-м он стал самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира. Я прихожу к выводу, что эта награда представляет собой признание того, что ненасилие – это ответ на важный политический и моральный вопрос нашего времени. Необходимость для человека преодолеть угнетение и насилие, не прибегая к насилию и угнетению. Темнокожее население Соединенных Штатов доказало, что ненасилие – это не пассивность, а мощная моральная сила, способствующая социальной трансформации. Рано или поздно все народы должны будут найти способ жить вместе в мире. Речь «У меня есть мечта» считается одной из величайших в мировой истории. Ее называют шедевром ораторского искусства. Такой мощный эффект она произвела в частности благодаря определенной структуре написания текста. Кинг часто использует отсылки к Конституции США, Декларации независимости и, конечно, к Библии, ведь помимо своей общественной деятельности Кинг был еще и проповедником. Но, пожалуй, главный ораторский прием – это повторы. Фраза «У меня есть мечта» повторяется в речи восемь раз, что придает выступлению особую эмоциональность. Также сыграла важную роль и манера разговора Кинга. Он был очень красноречив. Умению выступать он научился, будучи проповедником. Он также учился у своего отца, который был пастором. Он знал, как сделать свою речь эффектнее. Например, вместо того, чтобы сказать «один век назад», он говорил «сто лет назад». Ведь это звучит лучше. Интересно, что многие думают, что Кинг был очень крупным и высоким, хотя на самом деле его рост около 170 сантиметров. Но без всяких сомнений, он был интеллектуальным гигантом. Кинг стал первым афроамериканцем, который был удостоен мемориала на Национальной аллее в Вашингтоне. Вдохновением для дизайна этого мемориала послужила как раз строчка из его знаменитой речи. «Из горы отчаяния – камень надежды». Эти слова высечены на боковой стороне монумента как напоминание о важности стремления к идеалам свободы и равенства, стремление к осуществлению мечты о мире, где судьба человека больше не будет предопределяться его происхождением. Одним из авторов «Известной речи у меня есть мечта» называют 92-летнего Кларенса Джонса. В прошлом юрисконсульта, спичрайтера и друга Мартина Лютера Кинга. С ним познакомился Максим Москальков. У подножия мемориала Линкольна собрались тогда 250 тысяч человек, из которых 25% были белыми. Именно тогда доктор Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». В мероприятии приняли участие многие представители кино- и телеиндустрии под руководством ведущего эстрадного артиста того времени Гарри Белофонте. Среди них были такие звезды, как Марлон Брандо, Шелли Уинтерс, Сидни Пуатье, Стив Маккуин и многие другие. Все они собрались там, чтобы поддержать марш на Вашингтон за свободу и равноправие под руководством лейбориста Филиппа Рэндольфа и Мартина Лютера Кинга-младшего, а также ряда других крупных лидеров движения за гражданские права и религиозных лидеров, как католических, так и еврейских. И одна из тех многочисленных речей, произнесенных в тот день, которая мне запомнилась больше всего, это речь раввина Йоахима Принца. Она предшествовала речи доктора Кинга. Йоахим Принц был раввином в Германии при Адольфе Гитлере. И его слова были настолько сильны, что с тех пор я постоянно напоминаю людям и даже пропагандирую его речь. Потому что практически все знают речь доктора Кинга, но многие не знают или не помнят речь раввина Принца. И если передать, о чем он говорил кратко, то он сказал, «Когда я был раввином в Берлине при Гитлере, я помню много ужасных вещей. Но больше всего мне запомнилось молчание добрых людей. Это было так мощно, и я хочу, чтобы нынешнее поколение знало, какую важную роль сыграли лидеры еврейской общины в том, чтобы помочь доктору Кингу изменить душу этой нации. Если бы еврейская община, которая составляла всего 4% населения, активно не поддерживала нас, негров, составлявших в то время 12% населения, мы бы ни за что не добились успеха. И поэтому сегодня я призываю вас задуматься, особенно тех, кто ищет в Америке лидерство, особенно морального лидерства. Основой морального лидерства 60 лет назад была коалиция, которая сложилась между афроамериканцами и евреями. Она позволила Америке искупить свою душу и дать тогдашнему президенту Линдону Джонсону политическую опору и поддержку, чтобы он помог принять закон о гражданских правах 1964 года и закон об избирательных правах 1965 года. Все это было бы невозможно без коалиции.